Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Вот, главный там чувак это Сэмми Делюкс. И два диджея. Нет, диджея и продюсер. Ну да, ну, типа да, да. Ну, один на МПС-хе, другой. Вот, и короче, Сэмми один из немногих вот именно черных-черных ребят в Германии, которые всегда делали очень круто. Да. Потому что в Германии все-таки традиционно получилось, что рэп делают... Сначала делали белые немцы, а потом делают... Теперь делают арабы. У него недавно сайфер вышел, у Сэмми Делюкса. Охотный сайфер. Сэмми Делюкс, Бажин Кроссарчик вообще. Там прям все старички. Я не знаю, почему вообще, почему я рэперов сортирую по цветам кожи, но... Я не знаю. В России это нормально. В России это нормально. Я не знаю. Короче. Блядь. Так. И мы делаем... Да. Мы слушаем, давай не целиком этот трек. Реально. Это болезнь, вот, НТМА как раз. Что? Я тебе говорю, смотри. Это, блядь, болезнь. Смотри, зачем нам слушать, я тебе объясню. Это второй трек. Мы чистые из-за первого и последнего года. Это единственный трек, который мы не до конца послушаем. Мы можем промотать всю среднюю часть. Он читает первый и последний куплет. Let's go. Давай. Меня аж... Знаешь, когда кто-то типа... Хорошо, целиком ты целиком. Ладно, гулять так гулять. Я гуляю. Вот это болезнь, ЛДМА. Димон так ставит треки. ЛДМА, ты болеешь, я не знал. Он так ставит треки. Он типа поставил это, до половины досушил. Такой типа... Ты вся... Захуня, сейчас следующий трек. Это нормально. Это ты болеешь, НТМА. Синдром ЛДМА. Мирон, ты нахуй смотришь? Бля, мне лучше не читать чат, потому что... Какой нахуй хуй я на телефон смотрю, долбоец? Хватит на свой хуй, смотрите. Пиздец вообще. Все, какой? Первый и... А может ты как раз... Еее, вот здесь флоу просто бешеный. Отрубляй меня. Вот, и после этого... Гамбург умел. Примерно, да. То есть, если вы хотите... Как Лас говорил... А Лас сам оттуда? Да. Как-то он некрасивый свой город. Ну, потому что... Понятно. Ну, до появления Айнсадзима, собственно, так оно и было. Да, да, да. Ну, типа... Среагировал, смотри. А? Не, он среагировал на Айнсадзима. Короче, есть рэпер Лас Unlimited, который уже просто Лас. И у него была строчка, что Гамбург лежит на... Ну, как бы... Или, подожди. Гамбург лежит на полу, как говно чайка. Потому что чайки летают в Гамбург, в морской город. Не очень пиздатая строчка, будем откровенны. Ну, это правда. Он на немецком звучит, как геймер. Не, ну... Ну, где-то с 2002-го, с 2001-го, как бы, Гамбург уже отошел. И все переключилось на Берлину. Смотрите, короче, да, совершенно верно. Произошла революция в Германии в рэпе. Очень четкая. Начиная с 99-го года в Берлине началось движение. Во-первых, потому что нужно... Это все долго. Нужно... Да, это до утра. А, ну, все. Ну, блин, на самом деле мы слишком быстро перешли от той фазы. И все нормально. Мы же... Мы не рассказали про Фроиндес Крайс, про Айнс Свол. Блядь, про... Все нормально. Мы все... Мы уже... Карвалол! Дэн Дэман! Карвалол! Блядь! У нас новые школы, там, треков где-то 10. Да похуй я новую школу! Подожди! Короче. Ам... Нужно все-таки хотя бы упомянуть, блядь, эти группы. Так, мы же говорили про... Айнс Свол мы не упомянули. Это не Гамбург, по-моему, и не Штубер. Ну, окей. Это такой, типа, стебный пенсионерский рэп. Ну, блядь, он хуёбый, конечно. Но он занял определенную нишу. Фроиндес Крайс. Вот эту группу я, на самом деле, слушал довольно много. Макс Хэрре или... Макс Хэрре, да. Фроиндес Крайс, это была такая левацкая в плане политической ориентации. Ну, они как Greenpeace были такие, знаешь, как... Ну, у них была, на самом деле, очень интересная работа именно музыкальная. С сэмплами, с соулом, там, и так далее. То есть, вот, я, на самом деле, начинал с этого. Потому что я начинал с Fuji, да, типа, в плане американского. Вот, это как аналог. Я сразу перешел... То есть, они фитовались таким чуваком, джентлмен. Это вот, если сравнивать в России, это как степа стайл. То есть, это... Ну, это немецкий регги. Дансхолм, он был прям уважаем на Ямайке и так далее. Да, да, и до сих пор. И он фитовал с Макс Хэйрова, когда группа Freundeskreis, то есть, у них были... Это были, опять же, короче, немецкие интеллигенции. Немецкие интеллигенции, которые немножко, как бы... Встречали, сняли музыку. Да, немножко играли в кубинских, правда, революционеров. То есть, у них реально была и визуальная эстетика, и... Проникнули это видео. И, как бы, клипы, и все такое. То есть, они много снимали в Латинской Америке. Блин, жалко, что мы их не показали. Короче, просто забейте, потом поищите. Ну, потому что сейчас эта музыка, она, ну, лирика там важная. Слушай, трек Асперанто с альбома Асперанто, который весь альбом довольно прикольный. Вот этот, именно Freundeskreis Асперанто, напишите в чат. Я вам предлагаю посмотреть клип. Он прикольный, он рисованный. Очень интересная коллажная, скомбинированная техника. Немножко, можно сказать, меня вдохновил в свое время. Так что у меня это осело в голове, и машина прогресса, я знаю, что никак не похожа. Но клип немножко по технике, чуть-чуть напоминает. Ну, вот Freundeskreis, они вернулись после затиши 10 лет. Beginner вернулись после затиши 10 лет. Beginner очень жив, наверное. Да, и Semi Deluxe тоже вернулся после затиши 10 лет. Как бы эти персонажи, они как бы все еще ликвенды. Они уже зацементированы в истории немецкого хип-попа. И они прям как живущие... И что интересно... Я просто хочу попросить как раз вот тот, там, не знаю, парень, девушка, не знаю, кто отписывал по предыдущим, там, вот Тони Элл и так далее. Видно, что шаришь и так далее. Если что-то из этих названий, понимаешь, хотя бы напиши, чтобы людям было легче искать, потому что на слух реально тяжело восприниматься. Да, очень. Этот ёбрный язык. Короче, так, получается... Да, вот Берлин. Да, вот мы подходим к Берлин. Берлин, как мы знаем, был поделенный город очень долгое время, восточно-западный. Это тоже создало определенные, там, культурные особенности города. И очень долгое время он был разобщенный город, поэтому... Плюс он был заполнен более иностранцами. Абсолютно. То есть, да, вообще, давайте в двух словах все-таки историю Германии в плане вот этой всей истории. Потому что история миграции послевоенной очень сильно сказалась на хип-хопе. То есть, после войны Германию отстраивали гастарбайтеры, собственно. Итальянцы и турки. Да, итальянцы, турки, в меньшей степени португальцы, а потом еще арабы. Ну, арабы это уже волна беженцев. Ну, вообще только. Не-не, не сейчас, а тех беженцев. Ну да, кстати, да. Азилантные беженцы. Да, да, да. Короче, ну, да, еще какие-то национальности тоже. А, соответственно, русские и русские евреи. Конечно, конечно. Это точнее, русские немцы и русские евреи. Русские просто никогда не бежали в Германию. Нет. Это тоже такая отдельная история. Мы к ней еще придем. Короче, получается, что Германию отстраивали немцы. А, извините, Германию отстраивали турки, там, португальцы, итальянцы. Гастарбайтеры. Гастарбайтеры. Слово в русском пришло из немецкого. Гастарбайтеры. Они, значит, приехали работать и, в принципе, достаточно неплохо активизировались в новой среде. Но их дети были восприняты, уже родившиеся в Германии, не были восприняты их немецкими соотечественниками, как зачастую. Так равноправные, равноценные и так далее, как везде, в каждой стране социальная политика до сих пор такова, что очень тяжело людям, особенно из некоторых стран, из некоторых культур языковых, религиозных и так далее, интегрироваться. Они были чужие в Германии, они были чужие у себя дома. Потому что они родились в Германии, считали себя немцами, у них был немецкий паспорт, но при этом при приеме на работу, там, в школе и так далее, они как бы были чужими. Поэтому они неизбежно зависали со своими, таким образом происходила вот эта геттоизация. Я сейчас очень сильно упрощаю, это можно рассказать бесконечно, но я пытаюсь просто быстро это сформулировать. И это до сих пор происходит? Это безумно разрослось. Эта проблема, в принципе, существует во всей Европе, причем это проблема и для самого общества, и для людей, которые живут в этих гетто, социальных бренд-пунктах, называемых как хочешь. Вот, то есть понятное дело, что... Потому что это гетто, это прям гетто. Ну, в России просто, типа, есть такая у многих людей представление, что вот, видимо, просто эти народы склонны к криминалу. Это, разумеется, не так. Я сейчас не какую-то политкорректную тут тему втираю, а просто действительно сложная, на самом деле, система, которую можно долго обсуждать, почему происходит так. Но во многом реально существует такая проблема, что многие люди просто заперты в том районе, в котором они родились, в силу социальных, экономических там и прочих факторов, и там расцветает криминал. Разумеется, это ответственность каждого конкретно взятого человека, там, и группы, и так далее, но также это ответственность иммиграционной политики страны, там, я не знаю, и культурной политики, интеграции, и прочее. Короче, это огромный ворох проблем. Почему я все это рассказываю? Потому что весь этот ворох проблем, это абсолютно ключевой, ключевая тема для немецкого хип-хопа, и вообще хип-хопа в любой стране. Ну, еще я... Тиканского хип-хопа. Я бы хотел добавить, что если сравнить Европу, то, наверное, Германия, ну, наверное, и Англия тоже там, но в Германии, наверное, насыщенность разных культур, она, ну... В общем, высока. Высока, она, наверное, выше, чем и во Франции, в Италии, точно. В Франции, ну, огромные эти гетто. Да, согласен. Но там нету большого количества русских... Русских, да. Ну, русские-то отдельно. Там нету большого количества югославов. Тоже верно. Ты имеешь в виду, что там только, допустим, арабы, черные. Вот опять мы приходим к этническому вопросу, но мы без него никак себе не можем. Но в Германии просто это очень сильно насыщенно. Но это очень повлияло. Это очень повлияло. Именно в Германии, поэтому от него как бы не отойти. Да, плюс для нас это тема личная. Мы же выросли в Германии, то есть мы сталкивались с этим. С одной стороны, с неприятием со стороны немцев, как бы мы знаем, как себя чувствуют. Братские, это хрень, то, что арабы чувствуют нашу вот эту... Разумеется. Да, это взгой, как бы, да? Это с одной стороны, плюс все держатся, как бы, по отдельности. Плюс, типа... То есть мы, условно говоря, мы с Эдди, хотя мы очень по-разному выросли, да, в разных местах, но все-таки были какие-то общие моменты. То есть мы знаем примерно, как мыслят, наверное, немцы и как мыслят, там, иностранцы в Германии. Ну, это стоподобно. Потому что у тебя был период, который, ну, там, конец 90-х, начало 2000-х. А у меня как раз переход, начало 2000-х, и вот до сегодняшнего дня. Да, да, да. И самое интересное, мы когда с тобой общаемся, оно не поменялось вообще. Оно осталось такими же, ну, такими-то проблемами. Давай мы вернемся тогда к рэпу, сейчас объясним, как это все завязывается. То есть Берлин был средоточением вот этих всех процессов. Иммигрантского процесса, большого количества криминала, субкультур, то есть граффити очень активно развивалось. Как немцы говорят, весь шлак в Берлине. Да, то есть Берлин был грязный, Берлин был местами все еще не оправившийся от войны, местами застроенный советскими, Ост-Берлин был застроен советскими, разумеется, многоэтажками, остатки стены. Я вас просто погружаю в эту атмосферу. И в западном Берлине тоже огромное количество людей миграционцентгрун. Которые только турецкие районы, только арабские районы. И вот здесь хип-хоп родился уже совершенно другой, нежели в Штутгарте и в Гамбурге. Потому что там хип-хоп родился, потому что люди слушали американцев, как и в России, горели этими и такие, блин, прикольно, мы тоже так хотим. В Берлине он родился потому, что условия, в которых жили те, кто его читал, очень сильно напоминали условия, в которых черные ребята из Нью-Йорка и из Комптона читали его в Америке. Поэтому они не просто, типа, играли... Ну, понятно, что мы... Я сейчас очень сильно утрирую. Я увидел в глазах, блядь, это все-таки не Комптон. Но, тем не менее, по сравнению... Я объясню тебе, что я имею в виду. По сравнению с каким-нибудь, блядь, КАФ где-нибудь в Вестдольфланд... Где-то в Букстеруде где-то там... Сто процентов, понимаешь? То есть, люди, как минимум, да, понятно, это были совершенно другие уровни криминала и так далее, но тоже были гэнгс, тоже были... Да, в Берлине это была проблема, естественно, и это до сих пор проблема. Вот, то есть, банды подростковые, там, безработица, вся вот эта вот херня. И самое главное, этнический фактор. Соответственно, рэп, который родился в этих районах, особенно в Берлине, потом уже и во Франкфурте тоже начинался примерно тогда же. Плюс Рурки бит тоже еще. Это позже, это позже. Вот, в Берлине, короче, рэп сразу был жестким. Но изначально, как бы, я говорю, рэп шел от жесткого к более жестким. Да. То есть, когда в 2000... Ну, там, в 99-м в андеграунде, в 98-м и там, в 2001-м, в 2000-м Мейнстриме... Мне кажется, мне нужно обязательно рассказать... Ёброй Л. Саваш. Да, вот я сейчас расскажу. Так, сначала появились, короче, не гангстеры, сначала появились обычные ребята, которые просто делали батл-рэп. Да. Это примерно, типа, как я. Ну, то есть, типа, на этой шкале между суперправильными, идеальными, да, и уличными типами вплоть до гангстеризма, где-то посередине были ребята, которые просто фанатели с батл-рэпом. Их заебало это тошнотворное вылизывание жопы друг в друг. Да, все доброе, все хорошее. Все доброе, все города друг друга любят. И они пришли с совершенно обратным посылом. Ненависть ко всему, что существует на тот момент. Биты максимально не похожи на то, что читали. То есть, никакого вот этого доброго, сэмплированного фанка и так далее. Нет, мы будем делать на простейшем сэмплере тупейшие биты. Китать от бетон. Да, и как бы панчлайны, ну не только на самом деле. Короче, я говорю о лейбле Руяльбункера. Ненависть к женщинам, к меньшинствам. В том числе, но параллельно, слушай, сейчас туда поподробнее. Я говорю про лейбл Руяльбункера, который начался где-то в конце 90-х. Да, я не говорю про него уже потом. Такое там тоже было. И прикол, что, смотри, Руяльбункер, это была абсолютно уникальная структура, я просто должен про это рассказать, потому что, мне кажется, иначе в русском пространстве никто, сука, про нее не рассказывает. Про Агру Берлин хотя бы ты можешь сказать. Я теперь понимаю, что, типа, насколько это копилось. Блядь, сука, это копилось! Теперь ты меня понимаешь, бро. Я ожидал, да? Да, я думал, что, типа, мы посмотрим, победим, сутим. Нет, я, блядь, открыл ящичек. Мне кажется просто, что люди и так смогут, если мы где-то не досмотрим, блядь, три клипа, да нет, это понятно. Я не говорю, что это, типа... Ты открыл Варшир Пандора, блядь. Именно, да, я такой, пиздец. Я уже знаю, каким мы перепрыгиваем. А сейчас Royal будет. Короче, Royal Bunker, это изначально было кафе в Берлине, или бар, вот, какой-то абсолютно андеграундный, уебанский. Да, и, собственно, там собирались ребята, которые просто сделали Open Mic Session, это конец 90-х, начало 2000-х. И в этом прекрасном месте... Это всего лишь бы мой телефон, просто насрать. Вот, в этом прекрасном месте зародился будущий лейбл, одноименный, одноименный. Royal Bunker, его глава Маркус Штайгер, впоследствии был, по-моему, главредом Рэп Де, сейчас независимый, тоже левоориентированный политический журналист, такой леволиберальный анарх. Очень талантливый чувак, просто суперинтересный, который интеллектуал, но при этом не вот из этих вот занудных интеллектуалов, которые типа Freundeskreis, которые все делали правильно. Этот чувак сказал, да, окей, там, я, там, неважно, левый либерал, неважно, я буду у себя на Royal Bunker публиковать всех. Он публиковал, например, там вот такой чувак, не очень слушабельный, Мэйя Дон, по-моему, его звали, который читал с позиции зеленых анархистов, что нужно уничтожить всех людей, чтобы везде правили деревья и животные. Реальная, блядь, тема. Да, 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 он пускал альбомы под названием The Flandsemen, Человек-растение и так далее. И сколько у него подписчиков в Инстаграме? Не-не-не, дискография какая. Слушай, ну пару-тройку альбомов. Короче, Royal Bunker давал возможность... Пару-тройк альбомов, да. На кассетах, все это было на кассетах. Это были доисторические времена и... Ребен калецу, да. Они, да-да-да-да. Там белки пришли, ежи... Абсолютно, пришли на водопой. Ну, чтобы вы понимали, параллельно там издавался... Блядь... Тактлос там еще... Там издавался Тактлос, один из самых скандальных немецких рэперов. Большой фанат Клауса Кински, как и я, великого немецкого актера ебанутого. Вот, Тактлос, если говорить о русском рэпе, наверное, ближайшая аналогия с... Пусть земляем будет пухом. Кто-кто? А Клаус Кински? Ну, да. Короче, ближайшая аналогия к Тактлосу в плане стиля, это, наверное, Бабангида, если говорить о русском рэпе. Вспомним Бабана. То есть абсолютно оффбитные, сюрреальные текста с наездами на всех и так далее. Ну, он сейчас будет в клипе. Нет, 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 это был... Я перепутал с вашим... Ты забегаешь вперед. Короче, при этом там параллельно издавался Юстус Йонас под ником Шплиттер Крист. Делал что-то типа Urban Noise. Это был абсолютно безумный. Подожди, подожди. Это для них, пусть они знают, но самая, конечно, звезда этого... В какой-то момент речь превратилась. Короче, мы разбиваем. Там издавался Юстус Йонас под ником Шплиттер Крист. Мы теряем... Мы теряем просто... Мне кажется, наоборот. Знаешь, люди хотят, посмотрите, как человек сходит с ума в прямом эфире. Это я же трансляции ГУФа прошлогодние. Что Шплиттер Крист? Это интересно. Короче, продолжаем. То есть этот Маркус Штайгер на лейбле Royale Bunker дал просто возможность, это все еще русские слова, дал возможность просто любому чуваку, независимо от его взглядов и так далее, толкать свою тему. Флот там делал рэп на турецком. Эко Фрэш там делал свои ранние батловые вещи. Эти чуваки, которые потом были K1, Chub Life, издавали там такие псевдо... Блядь, нихуя себе ты вспомнил, блядь. Бойбой, такие псевдо-дьоти-салф. Тогда еще не было Дьоти-салф. Что тогда было? Кранк? Кранк тогда было. Кранк тогда еще не было. Ну, причем у Лил Джон уже было все. Когда был Royale Bunker? Да, конечно. Да, ну Кранк, ну Кранк был настолько нишей. Короче, там были ребята, которые делали типа псевдо-дьоти-салф. И там было тоже нишевое. Там были чуваки, которые читали на турецком. Но самая, конечно, главная звезда этого всего, это Куль Саваж. И здесь нужно остановиться поподробнее, потому что это, сука, мой просто идол. Вот реально. И как бы это человек, который на меня повлиял, наверное, точно больше, чем Eminem, хотя Eminem на меня пиздец повлиял. Но просто вот Саваж это типа чувак, которым я хотел быть, когда мне было 13 лет. Ну я думаю, не только ты. Я думаю, не только я, но, блядь, ты хотел быть Саважем? Наверное, нет. Ну ты его качал. Да, но я в жизни, вот максимальное число концертов, на котором я был в жизни, это был Саваж. Все, ты все сказал. Это я раз пять уже. Ну у тебя сейчас в Твиттере такое, когда Саваж объявила... Да, тур. Марта в том, типа, туре такой... Короче, мы превращаемся в фанбоев моментально. Это совершенно нормально. То есть в каждом человеке, который творческий... Я тебе более скажу фанбой. Вся рэп-индустрия, а не фанбои Саважа. Саважа, конечно. То есть Саваж на тот момент состоял в группе МОР, расшифровывается Мастер Зофф Рэп. Да. Как... Как глубоко. Они сейчас все такие... Они все уже такие старые мужики. Старые мужики, а Саваж держится на плаву. Вот. Ну он их вернул, когда был Эс Адамус. Да. Ну сейчас мы точно говорим вещи, которые... Ну хотя мы можем так периодически... Конечно, среди вас есть те, кто говорят по-немецки. Это понятно. Короче... Он сказал насрать на нас, сука, уебок, мы рубаем. Короче, группа МОР была примечательна следующими фактами. Ты уже сделал большой экран. Первая, да, сделала большой экран. Точно? Да. Потому что я как бы каждый раз такой... Вот девочка, которая сидит... На велике. На велике Мел Битс. Во-первых, как бы группа отличалась тем, что битмейкер этой группы, один из, была девушкой. Она главная битмейкер была. Она потом была битмейкером очень много кого крутого. Она сейчас диджей. На данный момент. Окей, ну типа она очень во многом с саунд тех времен реально... Это Мел Битс. У него повлияло, да. Мел Битс. Потом она начала встречаться с Савашем вместе. Она начала встречаться с Савашем. Они были такие power couple до того, как бы были power couple. Вот. Ну, в андеграунде. Да, да, да. Вот. И, соответственно, то есть, чем была... Почему это уникальная группа? Я задрот, как бы, этой группой. Сейчас уже мало кого интересует эта тема, потому что себе там... Саваш, да, МОР, ну это какой-то шлак. Но на тот момент это было супер уникально, потому что... Лейбл, Руяль, Бункер и группа МОР сочетали в себе безумный черный юмор. Да. Абсолютное отрицание каких-либо на тот момент существовавших правил в немецком рэпе. Бэтл рэп. Ну, это такт лус. Да, это абсолютно такт лус. Это было, короче, да, очень безумно напористо. Но при этом достаточно интеллектуально, блин, насыщенно. Не в смысле, что, типа, там были какие-то, я не знаю, сложные, блядь, глубокие философские инсайты. А там был текст, как бы, было видно, что люди, которые читают, они, как бы, не на улице как раз выросли, скорее всего. Там были такие, ну, даже, даже Саваш. Нет, у Саваша, можно рассказать, у него родители турецкие диссиденты, насколько это, отец. Турецкий диссидент, который сидел даже за это в тюрьме, записывал политическую активность в Турции. Ну, как турецкая интеллигенция, что ли? Абсолютно, турецкая интеллигенция. Вот, и это считывалось, на самом деле, в треках, потому что... Да, это прямо... Те, кто пришли на смену, уже были совсем уличные, ребята. Я не говорю, что это было хуже или лучше, это было иначе, с другим словарным запасом. Вот еще. У Саваша был совершенно новый словарный запас. Никто не употреблял в рэпе такие слова, как употреблял Саваш. И такие, куча американского сленга. Ты такой слушаешь, думаешь, ёпт, куча американского сленга. Как вообще можно такое придумать? Абсолютно безумные треки про то, как он, я не знаю, там, треки про еблю просто невероятно грязные. Вообще, он изначально читал под ником Юкс и читал по-английски. Да, он начал с английского, а потом, когда послушал себя, такой... Нахуя я читаю по-английски. Это хуёво. Вот. Он пришел на немецкий, у него были треки с названиями... То есть, вот, я вам так скажу. Первый сингл был LMS. Смотри, все, что в русском рэпе выходило когда-либо под названием, типа, там, я ебал вас в рот, там, я вас всех трахал, там, ваших мам и так далее, это все исторически можно привести к реальбункеру и к Савашу конкретно. Это как бы все были фанатами Саваша. В том числе, такие люди, как первый класс, там, и так далее, как бы, и я, и Стим, как бы, мы все байсили в какой-то момент Саваш. Ну, Готт Павел Бэтл Рэп, я показал. Да. Вот. То есть, и причем... Это же его строчки стимовские, про выключаю тебя, как... Я выключу любого, как настольную лампу. Настольная лампа. Ихкнипсихиаус винины нахтыш лампы. Сори, Стим, что я тебя спалил, но для того, чтобы тебе не было так грустно, я тоже байсил Саваши и переводил максимально. Я никогда этого не скрывал, у меня даже есть про это в тексте, то, что весь мой рэп был помисс Саваша и прочее. Есть конкретный трек, который многие до сих пор, ну, не многие, маленькая часть моих слушателей, Лондон против всех, часть первая. Блять, это просто байс Саваша один в один почитке, Саваша того времени. Вот этот флоу, плюс там есть фраза, чтобы что-то просчитать мой флоу, нужно 20 лет, чтобы изучить мой флоу, нужно 20 лет исследований. Мой перевод, поэтому Стим ты не один, мы все там были, короче, они все спиздили, все спиздили, сделали и продали за свой, да. Майнер прессер, понимаете, нужна кнопка, это вообще не заломфей, прям вообще, вообще не заломфей, ни разу. Вот, но на самом деле огромное количество немецких МС спиздили у Саваша, тоже не меньше, и росли на нем все, практически. То есть, Саваш реально, ну, абсолютно свежая волна была на тот момент, и он большой молодец в том плане, что он остался, мы еще, наверное, увидим, может быть, какие-то его поздние вещи, а может быть, нет. Посмотрим. Сейчас мы смотрим клип, сори, бро, хочешь ты и теннонсировать? Нет, мы сейчас смотрим «Хаус он Бот». Это чуть позже, да. Мы сейчас смотрим «Хаус он Бот». Ну, это чуть больше, чем Мойрон, уже ушел за Мойрон. Да, 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 это уже, когда он начал свою карьеру. Чуть-чуть попозже посмотрим. Сейчас, подожди, я еще скажу. Пожалуйста, давай вот сейчас посмотрим этот, делаем перерывчиво. И потом будем смотреть, смотреть, смотреть. Послушайте, блядь, флоу, даже если вы не понимаете ничего, просто послушайте флоу чувака. Поначалу поет Валеско, она не очень поет, но, let's go. Не надо хейтить Валеско. Почему? Ну, она никогда хорошо... Ой, я включаю. Ну, любого крутого видео. Субтитры сделал DimaTorzok